Добрый день, уважаемые зрители! Добрый день, уважаемые участники проекта «Соволмаш». С вами, как всегда, Александр Сударев, и сегодня мы вернемся к одному очень важному вопросу. Дело в том, что вы видели видео с расследованием, которое мы начали производить, и, как вы многие уже догадались, это не одно видео, это целая цепочка видеосюжетов, посвященные определенным расследованиям. Так вот, сегодняшний день не станет исключением, и сегодня мы немного отойдем в сторону от той темы и того вопроса, который мы затронули в первом нашем видеоролике, но мы к нему обязательно вернемся, и поработаем немного с социальными сетями. Таким образом, на просторах интернета на портале «Яндекс.Дзен» нами была найдена очень интересная статья, в которой приводятся современные электродвигатели для самолетов. Что нас поразило? Во-первых, это зарубежная компания, но это даже не сама суть. В статье указывается, что отличительной особенностью является наличие двух параллельных рабочих обмоток статора, и это значит, что один электродвигатель запитывается через два контроллер-инвертора. Я задался вопросом, на Вале это идея, и что же думают специалисты SovelMash по этому поводу? Поэтому сейчас вместе с вами мы переместимся в лабораторию SovelMash, где наши специалисты расставят все по своим местам. Субтитры создавал DimaTorzok Специалисты SovelMash реализовали такую идею расщепления обмоток асинхронного двигателя для управления от нескольких контроллеров на примере двигателя на базе двигателя-донора AIR-100L6. Двигатель шестиполюсный, соответственно, управление от трех контроллеров. Коммутация выполнена навесным способом, потому что это прототип, предназначенный для исследований. Работка разделена на три секции, каждая из которых питается от своего контроллера частотного управления. Идея управления одним электрическим двигателем с помощью нескольких контроллеров вообще не новая. Вот у меня в руках патент СПП с приоритетом от 2014 года и регистрация 2015 года. В этом патенте малошумный энергоэффективный электропривод. Эта идея использована в качестве одного из отличительных признаков для асинхронного двигателя. Для асинхронного двигателя с числом полюсов 2П больше четырех предлагается использование системы управления из П-контроллеров. То есть, например, для шестиполюсного двигателя это три контроллера. Зачем это может понадобиться? Какой смысл в этом отличительном признаке? Например, если такой привод, но уже на асинхронном двигателе будет установлен, допустим, на тот же самолет, то это позволит резервировать контроллеры. В частности, при отказе, например, одного из контроллеров самолет будет способен долететь и совершить посадку. Использование всех трех контроллеров может предполагаться, например, на форсированных режимах двигателя. Второе, это возможность использования вместо одного мощного контроллера, соответственно, для мощного двигателя, нескольких менее мощных контроллеров. За счет этого, мы предполагаем, можно добиться экономии при создании привода. Попросим коллегу продемонстрировать, как это может работать. Я продемонстрирую работу нашего электродвигателя с расщепленными обмотками и наших контроллеров. Для этого у нас собран пульт управления тремя контроллерами. Ну и можем видеть сами контроллеры. Вон они. Так, запускаем первый контроллер. Нажимаем, включаем первый контроллер. Мигает светодиод на первом контроллере, светится на пульту. Начинаю вращать регулятор оборотов. Вот у нас двигатель начинает возвращаться. Все. Останавливаем его и переходим на следующий контроллер. Отключаю. Второй контроллер. Зажигает светодиод. Мигает контроллер. Вращаем. Есть. Останавливаем. Так. После этого запускаем третий. Все. Двигатель наш вращается. С этим двигателем будем продолжать дальнейшие опыты. Итогом данного видеорасследования можно считать тот факт, что высокий профессионализм и опыт всех членов команды Sowelmash котируются во всем мире. Те технологии, которые были разработаны нами ранее и запатентованы, сейчас начинают использовать крупные европейские компании. Конечно, в рамках данного видеорасследования нельзя с точной уверенностью сказать, что технология была заимствована. Но с уверенностью мы можем сказать, что нами эти решения уже были предложены. И на сегодняшний день специалисты Sowelmash работают с такими техническими решениями, которые не имеют аналогов во всем мире. Помимо уникальной идеи разделения обмоток, что в свою очередь позволяет управлять одним двигателем несколькими контроллерами, в двигателе применяется уникальная технология совмещенных обмоток Славянка, что в свою очередь позволяет наделить его уникальными характеристиками. Повышенной мощностью, повышенной надежностью и высокой энергоэффективностью. А это в свою очередь позволяет расширить сферу применения данного решения, а также добиться особого экономического эффекта от его использования. Каждый день специалисты ведут разработки новых технических решений или отрабатывают уже разработанные ранее. Впереди нас ждёт ещё очень много работы, воплощение многих идей в железе и введение их в эксплуатацию. Поэтому для того, чтобы оставаться в курсе всех самых последних событий из жизни проекта, обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. На этом сегодня всё. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok